Прецедент с летней площадкой. На улице Столиваров начали демонтаж временного сооружения кафе Кальянной Шантарам, расположенного на придомовой территории вблизи музыкальной школы. Шантарам – нашумевшее заведение. Запорожская пресса писала о нем неоднократно. Хозяев обвиняют в незаконном строительстве летней площадки. Да и сама Кальянная, по словам жителей, доставляет немало неудобств. И прокурору, и депутатам мы ходили, к каким только инстанциям обращались. Просили просто 10 часов положения в доме, чтобы люди спокойно спали. Эта половина страдает дома за то, что вот этот Кальян и шум, не может возно спать. Та половина дома страдает, потому что стоянки машин, когда они выходят отсюда, пол третьего, пол четвертого – это демонстрация, это такой шум, это такой крик. Людей услышали. Сегодня следователь совместно с прокуратурой провели здесь следственные действия. Они выясняли, капитальное ли это строительство. Позицию прокуратуры озвучил нам по телефону Роман Мазурик. Следователь с процессуальным прокурором по месту занимается, работает. Если они сейчас примут решение о том, что там, ну, там же опять-таки эксперты находятся в качестве специалистов. То есть, если дают заключение, что это незаконно, то будут изымать вот эти строительные материалы, которые являются в силу закона, до введения объекта в эксплуатацию. То есть, объект не вводился в эксплуатацию, соответственно, это строим материалы, и их должны будут изъять. По словам прокурора, документов на это строение нет. В свою очередь, хозяева заведения показывают проект на сооружение этой летней площадки за подписью архитектора и мокрой печатью горсовета. Говорят, несколько лет назад получили разрешение и построились. Мы пошли в мэрию узнавать, мы не знали, как это все делается. Мы пошли в мэрию узнавать, как это все делается. Нам толком никто ничего не объяснил. Объяснили, вот есть порядок. Делаете проект, подпись, печать, архитектор ставит. Это Пальцево? Да, это Пальцево. И получается, мы как заложники какие-то оказались. Мы сделали все законно, а теперь оказывается, что мы неправы. Сегодня исполком горсовета отрицает свою причастность к этому сооружению. В официальном ответе на депутатский запрос сообщили, мол, подпись и печать на первой странице хоть и подлинная, но согласованием не являются. Мы все сделали, как положено. Знаете, когда хочется сделать все от А до Я, чтобы потом не было никаких претензий. У нас в нашей стране, получается, ничего не действует по букве закона. Только надо платить деньги везде. Впрочем, эти детали жителей дома не волнуют. Они радуются, что вскоре будет меньше шума. А хозяева заведения свою правоту планируют доказывать в суде.